Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем это сделать. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, главное, полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на разные модели машин. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных автомобилей, рассматривая их на подъемнике. Как известно, наиболее продаваемым типом автомобиля на российском рынке, во всяком случае, наиболее часто спрашиваемым, пожалуй, является кроссовер. То есть высокий полноприводный автомобиль с кузовом универсал. Но есть определенная группа людей, которым кроссовер, скажем так, либо не нужен, либо они все же предпочитают более комфортные на ходу автомобили. И именно этой категории людей будет адресован наш сегодняшний герой. Этот автомобиль относился к классу бизнес-седана и продавался на российском рынке, в том числе, будучи новым, достаточно большими тиражами. При этом конкурировать этому автомобилю приходилось не с кем-нибудь, а с 40-й Камри. И если перед вами стоит задача купить комфортный бизнес-седан с хорошим оснащением и мощным двигателем, скорее всего, на эту модель вы внимание обратите. О том, про что стоит знать перед тем, как решиться на покупку, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Nissan Tiana в кузове J32, второе поколение. 32-я Тиана появилась в 2008 году. Автомобиль продолжал выпускаться до 2014. Собирался он на различных сборочных площадках, в том числе и в России. В 2011-м машина прошла через рестайлинг. Что касается гаммы двигателей, здесь предлагалось три варианта мотора. Два мотора по 2,5 литра рабочего объема на 167 лошадиных сил, рядная четверка, 182 лошадиные силы, V-образная шестерка и 3,5 литровый V6 на 249 лошадиных сил. Коробки передач могли быть только вариаторными, ну а привод передний, либо полный для версии с 4-цилиндровым мотором. Наш сегодняшний экземпляр 2011-го года выпуска. Здесь V6 объемом на 2,5 литра и вариаторная коробка передач с передним приводом. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про качество и толщину лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот он сопротивляется ржавчине. Что касается толщины, при осмотре Тианы в 32-м кузове на толщиномере, скорее всего, вы увидите разброс показаний от 90 до 140 микрон, что и будет соответствовать заводским показателям. А вот в том, что касается прочности ЛКП, Тиану сложно отнести к лидерам в классе. В данном случае эти машины достаточно быстро обрастали сколами и царапинами, особенно у тех водителей, кто частенько эксплуатировал их по трассе. Сколы до металла, если таковые появятся, желательно очень оперативно залечивать, дабы потом не пришлось бороться с уже рыжими точками. Собственно говоря, на данных автомобилях дефекты лакокрасочного покрытия, связанные с коррозией, то есть, например, вздутием краски, проявлялись, как правило, на капоте, крышке багажника и рамках дверных окон. Довольно часто попадаются Тианы, которые, как и, например, Хонды ЦРВ третьей генерации или Паджеро Спарты, перекрашивались дилерами по гарантии. Естественно, это касается отдельных элементов. В любом случае, при осмотре подобного автомобиля не поленитесь загнать машину на подъемник и внимательно осмотрите все характерные для прочих машин зоны появления коррозии. Низы дверей, пороги, колесные арки. Если говорить про аспекты, связанные с кузовом, но не связанные с качеством ЛКП либо с коррозией, то можно отметить следующие моменты. Если автомобиль оборудован панорамной крышей, а такие версии в максимальных комплектациях попадаются, после покупки в процессе эксплуатации обязательно поддерживайте в чистоте систему дренажа, поскольку в противном случае вы рискуете получить дополнительную влагу в салоне. Кстати, имейте в виду, даже если в автомобиле нет панорамной крыши, люка и, соответственно, его дренажа, сырой потолок так или иначе может вам встретиться. Правда, причина в этом случае будет другая. Как и на Кашкай в кузове G11 на Тианах бывает образование конденсата на тыльной стороне панели крыши. В межсезонье при перепадах температур это, по сути дела, практически нормальное явление. Так что не пугайтесь, если обнаружите капель с плафона освещения салона. Будущим владельцам Тиан также следует быть осторожными с мойками автомобиля при очень низких температурах окружающего воздуха, поскольку на этих машинах встречаются замерзающие замки дверей. Ну и последнее. Многие владельцы данных автомобилей жаловались на недолговечность хромированного покрытия внешних деталей, которые достаточно быстро теряли былой лоск и начинали облазить. Что касается салона и бортового электрооборудования, 32 Тиана на самом деле это довольно надежная машина. Слабых мест здесь по большому счету единицы. Первое, с чем сталкиваются владельцы подобных автомобилей в богатых комплектациях, это нефункционирующий пульт управления подогревом сидений, а также климат-контролем и музыкой, расположенный в заднем подлокотнике. Но в нашей комплектации подобного нет и, соответственно, проблем с ним быть не может. Корень зла в данном случае это жгут проводки, который банально переламывается. Ну а второй момент связан с блоком комфорта BCM, так называемый, который управляет всеми вспомогательными функциями салона. В этом случае вы можете обнаружить как, например, неработающий стеклоочиститель, так и сбоящие стеклоподъемники. Так что при осмотре подобного автомобиля в любом случае все электрооборудование на борту необходимо проверить. Но если в вашей Тиане все и так работает, скорее всего, в течение долгого-долгого времени с проблемами по электрической части вы не столкнетесь. Теперь про двигатели. Под капотом 32-й Тианы линейку агрегатов открывал 4-цилиндровый двигатель QR25DE. Этот мотор развивал 167 лошадиных сил. Здесь было два верхних распредвала, муфтов и завращателей. Гидрокомпенсаторов нет. Соответственно, регулировкой зазоров клапанов заниматься приходится, правда, на достаточно больших пробегах, никак не реже, чем раз в 100 плюс тысяч километров. А кто-то практически не заморачивается данной процедурой. Впрыск топлива самый обычный распределенный. Привод ГРМ цепной. Цепь Морзо пластинчатая. Ресурс примерно плюс-минус 150 тысяч километров. У кого-то отходит больше. QR25DE это довольно распространенный мотор, который компания Nissan устанавливала в огромное количество моделей. Не только в Тиану, но и в Nissan X-Trail, в соплатформенные Renault Kaleos и так далее. Правда, на реношных автомобилях этот двигатель имел собственную маркировку. Что касается каких-то основных проблем, связанных с данной силовой установкой, то имейте в виду, на Тиане стояла уже усовершенствованная модернизированная версия QR25DE. Ничета тем старинным на старых X-Trail, например. По поршневой группе они уже достаточно удачные. Тем не менее, при осмотре подобного автомобиля проверку на дымность, то есть читай на масложор, проводить следует обязательно. Поскольку после 150 тысяч километров шансы на появление этого самого масложора значительно возрастают. Причина колпачки и маслосъемные кольца. В очень запущенных случаях на очень больших пробегах также встречается на QR25DE и выработка цилиндров. Однако данные двигатели вполне себе ремонтопригодны. Правда, стоимость этого восстановительного ремонта не сказать, что особо бюджетная. С учетом ресурса цепи ГРМ в данном случае при осмотре подобного четырехцилиндрового экземпляра обязательно обратите внимание на отсутствие посторонних звуков при работе двигателя, а также при запуске на холодную. Ну и соответственно при диагностике сканером не должно быть в системе никаких ошибок по фазам газораспределения. QR25DE бывает иногда подкидывает владельцам и вопросы по части электрики, в частности по сбоящим датчикам распредвала, например, и по катушкам зажигания, которые здесь индивидуальны, на каждый цилиндр своя. Но относить это к каким-то критическим неисправностям, пожалуй, не стоит. Единственное, чего следует бояться владельцам подобных агрегатов, это перегрева. За функционированием системы охлаждения следует следить, поддерживать в исправном состоянии. В противном случае есть риск столкнуться также с пробоем прокладки головки блока цилиндров. Нечастая проблема, но попадалась. В общем и в целом ресурс QR25DE это около 300 тысяч километров до капремонта, при условии использования кондиционных горюче-смазочных материалов и нормальных интервалов замены масла, а не раз в 15-20 тысяч километров пробега. С QR25DE вы познакомитесь, если приобретете именно полноприводную версию автомобиля. Если же вам достаточно переднего привода под капотом Тианы, будет одна из двух V-образных шестерок. Объемом 2,5 литра на 182 лошадиные силы, либо 3,5 литра на 249 лошадиных сил. Первый двигатель VQ25DE. Старинный мотор, чьи корни уходят в далекий 1994 год. Правда, опять же, мы имеем дело с модернизированной версией. На VQ25DE под капотом Тианы будет система изменения фаз газораспределения. Здесь самый обычный распределенный впрыск топлива и привод ГРМ, реализованный посредством трех цепей. Причем ресурс этих самых цепей на V-образника гораздо выше, чем на рядной четверке. Как правило, на пробегах ранее 200-250 тысяч километров цепи в данном случае вообще никак себя не проявляют. Система зажигания все те же индивидуальные катушки, правда, в данном случае их 6 штук. И с заменой катушек рано или поздно владельцы подобных автомобилей в любом случае сталкиваются. При осмотре V-образной шестерки обращайте особое внимание на сухость агрегата. Чаще прочего эти моторы потеют либо подтекают маслом по прокладкам клапанных крышек. Встречается также и течь заднего сальника коленчатого вала, так называемого коренного. В основной массе данные двигатели на самом деле не подкидывают владельцам каких-либо глобальных проблем. Среди относительно часто встречающихся вещей это выход из строя кислородных датчиков по причине заправки не вполне кондиционным топливом. А также присутствует риск появления масложора. Но в исправном состоянии данная силовая установка к расходу масла вообще не склонна. И по большому счету, если вы обнаружили расход масла, скорее всего у вас проблема с поверхностью цилиндров. Пыль из близко расположенных цилиндропоршневой группы катализаторов на этих V-образных шестерках вполне может наделать бед. Так что при осмотре подобной машины желательно, если конечно есть возможность, все же осмотреть поверхность цилиндров при помощи эндоскопа. Ну и не забудьте проверить автомобиль на дымность. Повторимся, глобальных проблем данные V-образники лишены. И по большому счету ресурс этих силовых установок значительно превышает 300 тысяч километров. То же самое можно сказать и про VQ-35 DE на 249 лошадиных сил. Максимальный агрегат в моторной линейке TIAN. Кстати говоря, владельцам подобных авто следует иметь в виду еще две особенности, связанных с прокладками по мотору. Первое. При осмотре подобной машины, особенно если вы наблюдаете легкое подтраивание или неровную работу мотора, обратите внимание на отсутствие масла непосредственно в свечных колодцах. Поскольку иногда попадаются случаи потери герметичности прокладок клапанных крышек, как правило по причине усыхания, в этом случае масло начинает потихоньку попадать к свечам. В этих случаях масло как раз таки и скапливается в свечном колодце, что впоследствии приведет к перебоям зажигания. Ну и второй момент. Под крышкой ГРМ есть прокладки масляных каналов. Так вот, на этих двигателях выполнены они по большому счету из прессованного картона. При каких-либо работах на механизме ГРМ, как правило, меняют на ревизионные цельнометаллические и более к ним никогда не обращаются. Но изначально картонные бумажные прокладки имеют свойство со временем терять герметичность и, соответственно, ваш двигатель начинает потихоньку терять давление масла. В самых запущенных случаях это может привести к проблеме. Так что, если вы покупаете автомобиль с большим пробегом, желательно уточнить у предыдущего владельца, делал ли он какие-то манипуляции с механизмом ГРМ, менялись ли прокладки и, если нет, то крайне желательно все же измерить давление масла на данном моторе, чтобы быть уверенным в том, что прокладки в исправном состоянии. V-образная шестерка максимального объема на 3,5 литра в целом на самом деле довольно неплохой выбор для Тианы. Автомобиль получает хорошую динамику и при этом все еще имеет неплохой расход топлива. При умеренном педалировании в городе реально уложится в отметку 13 литров на 100 км пути. Ресурс под 400 тысяч километров. Что касается коробок передач, 32 Тиана комплектовалась только вариаторными трансмиссиями, которых здесь было две разновидности. На 2,5 литровых моторах, неважно в V6 или на рядной четверке, стоял GF011E. Коробка старинная, коробка давным-давно изученная и, по большому счету, достаточно ресурсная по меркам вариаторных коробок. Данный агрегат способен отработать свыше 200 тысяч километров, правда при условии, что вы не будете допускать ударных нагрузок, перегревать его и будете вовремя менять рабочую жидкость раз в 40-45 тысяч километров вместе с фильтрующими элементами. По большому счету, все проблемы у этих коробок так или иначе встречались на автомобилях первых лет выпуска, то есть до 2010 года. Чаще всего из строя выходил либо шаговый двигатель и тогда коробка падала в аварийный режим, условно зависая как бы на одной передаче, в кавычках, поскольку никаких передач в этой трансмиссии нет. Ну а второе, при тест-драйве обратите внимание на то, чтобы при разгоне не было каких-то посторонних шумов со стороны коробки. Гул, которого не должно быть, может свидетельствовать о необходимости вмешательства в трансмиссию с целью замены ее подшипников. Подобное встречалось на данных автомобилях на пробегах свыше 120-140 тысяч километров. Что касается 3,5-литрового V6, ему полагался свой вариатор, более прочный, рассчитанный на увеличенный крутящий момент более объемного мотора. Наименование трансмиссии JF010. Этот вариатор также достаточно ресурсный и на наших глазах были примеры тех же Nissan Murano, более тяжелых автомобилей с пробегами за 350 тысяч километров, где коробка еще прекрасно работала и все параметры, в том числе и давление были в норме. Залог долгой жизни все то же самое – отсутствие ударных нагрузок, перегревов и своевременное обслуживание с частой заменой рабочей жидкости. Однако, с учетом того, что более мощный автомобиль провоцирует на более агрессивное вождение, желательно уточнить при выборе подобного автомобиля, делал ли предыдущий владелец что-то с коробкой. И крайне желательно, чтобы при пробегах свыше 150-170 тысяч километров у вас на руках была полная выкладка заказ-нарядов, в том числе и на замену ремня вариатора. Что касается системы полного привода, в данном случае она практически копирует таковую на 31-м X-Trail. По своему характеру Тиана все же остается больше переднеприводной машины. Распределение составляет что-то около 53 на 47. Подключается задняя ось в работу через муфту. И при этом данный процесс вы можете контролировать. Например, принудительно заблокировав заднюю ось до 30 км в час. Каких-либо нареканий по работе муфты-блокировки по этим автомобилям нет. Что касается подвески 32-й Тианы, то в данном случае эта подвеска не про рулежку или остроту. Автомобиль подчеркнуто комфортный, достаточно валки, но при этом позволяющий ездить по дорогам даже ненадлежащего качества, не сильно беспокоясь об этом. Что касается конструкции, для бизнес-класса подвеска традиционная, с многорычажкой сзади. По ресурсу компонентов, по большому счету, все в порядке. Что касается передней подвески и самого дорогого элемента рулевой рейки, то рейка-то как раз на Тианах второго поколения ходит нормально. Но при осмотре подобного автомобиля обязательно обращайте внимание на то, в каком состоянии находится насос гидроусилителя руля, а также его магистрали. Достаточно часто на пробегах свыше 100 тысяч владельцы подобных автомобилей сталкивались с течью масла по шлангу высокого давления. Если же при покупке с гидроусилителем и его магистралями все в порядке, то залогом его долгой жизни будет использование и регулярная замена оригинальной жидкости ГУР. Не всякий заменитель сюда подойдет. Ну и второй момент, постарайтесь на этих автомобилях без надобности не крутить рулем чрезмерно активно на холодную, то есть сразу после запуска автомобиля в мороз. Некоторые владельцы Тиан сталкивались с необходимостью замены насоса гидроусилителя именно в подобных условиях. Холодный запуск, непрогретая машина, чрезмерно интенсивное руление. Как водится, самым минимальным ресурсом в передней подвеске обладают втулки переднего стабилизатора. Это порядка 40-50 тысяч километров до замены. Чуть больше живут стойки стабилизатора, около 70-80 тысяч. Что касается ресурсов ступичных подшипников, которые на этом автомобиле меняются все в сборе со ступицей, это более 100 тысяч километров. Столько же ходят и амортизаторы, и шаровые опоры, которые, кстати, здесь меняются только вместе с рычагом. По крайней мере, так задумано производителем. Если же по передней подвеске нет никаких нареканий, а при проезде неровности вы все равно ощущаете отчетливый стук, рекомендуем обратить внимание на состояние опорных подшипников передних стоек. С ними здесь тоже бывают вопросы на пробегах свыше 100 тысяч. Несмотря на многорычажность задней подвески, большое количество сайлинблоков, ресурс компонентов здесь весьма солидный. Ранее 200 тысяч километров, как правило, сюда никто и незачем не лазит. Единственное исключение – это пружины. На автомобилях не российской сборки, подчеркнем это, на наших Тианах стояла более усиленная версия этого компонента, пружины имели свойство достаточно быстро просаживаться, и в этом случае клиренс серьезно уменьшался. Некоторые владельцы даже исхитрялись при раскачке автомобиля, при этом черкнуть задним бампером. Так что на всякий пожарный при осмотре Тианы обратите внимание на то, чтобы задние пружины не были просажены и не имели следов повреждения. Ну а закисающие развальные болты, по большому счету, не так уж страшны сами по себе. Тем более, что подобное попадается далеко не только на 32 Тиане. Итак, какие выводы можно сделать по 32 кузову Тианы в целом? На самом деле, если вам нужен бизнес-седан и желательно на V-образной шестерке, а не на 4-цилиндровом ряднике, этот автомобиль – один из наиболее доступных вариантов получить желаемое. При этом, если по кузову Тиана не будет совсем замученное, то, по большому счету, явных проблем с коррозией на протяжении 2-3 лет эксплуатации вы должны избежать. Особенно, если предыдущий владелец озаботился и дополнительно обработал автомобиль антикоррозийной защитой. Моторы на 32 Тианах в хорошем смысле старинные и проверенные временем с давно изученными болячками. Соответственно, при условии покупки подобного автомобиля с неубитым агрегатом, его остаточный ресурс также будет для вас вполне достаточен. Ну а подвеска не представляет собой что-то чрезмерно хлипкое. Самая основная статья затрат, на которую можно попасть при неудачном выборе автомобиля, в данном случае, это коробка передач. Поэтому именно данному аспекту при осмотре Тианы повышенное внимание. На тест-драйве обращайте внимание на то, чтобы трансмиссия работала плавно, без рывков и каких-либо дерганий. Ну и крайне желательно покупать подобный автомобиль после диагностики в профильном сервисе, который занимается ремонтом и обслуживанием вариаторных коробок. В остальном же, Ниссан Тиана это достаточно неплохой вариант получить много комфортного и мягкого автомобиля за свои деньги. На сегодня это все. Если наш обзор вам понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а если у вас есть или была когда-то Ниссан Тиана, вы проехали на ней не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, также указывайте это все в комментариях, ведь людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!